Я представлял свой проект «Терем». Основное, скажем так, его содержание – это пешеходные идеи прогулки по Новосибирску. Сейчас вот я Денису посчитал 35, после этого начал действительно считать, сколько ее было. Получается, что где-то от 40 до 50 пешеходных прогулок за полтора последних сезона в Новосибирске проведено. И, кроме этого, в этом году уже я сам начал проводить прогулки, 7 прогулок провел персонально. В прошлом году я сам еще боялся, выступал в качестве агента. Значит, может быть, в силу погоды этого сезона, может быть, в силу, скажем так, не умелого менеджмента пиара, но, скажем так, того масштаба, на который я рассчитывал выйти в этом сезоне, не было плохо. То есть, периодичность, в принципе, две прогулки в неделю я несколько дали, но наполняемость этих самых прогулок не дала возможности перейти на режим в три прогулки. Где-то было 20 человек, а где-то было и 5, например, человек. В связи с этим переходом на зимнюю деятельность, в связи с тем, что пешеходный продукт и сезонный продукт, вот сейчас мыслится вариант некоего клуба в закрытом помещении. Вот тот формат радиопередач вместе с ГТРК Новосибирск, который мы делаем, ну, вкратце это заключается в том, что 4-5 экспертов между собой обсуждают что-то, какую-то тему, связанную с Новосибирском, историей, архитектурой, там, краеведением и еще чем-то таких. Так вот, на эти встречи мы сейчас думаем привлекать людей, ну, грубо говоря, с у нас. Ну, и вот, по всей вероятности, со следующего четверга у нас будет первое мероприятие этого формата на базе одного из институтов МГПУ. И вот данный формат будем продвигать, по крайней мере, по двум направлениям. С одной стороны, в МГПУ, где, вполне возможно, он приобретет некий такой образовательный... Ну, раз мужской урод, значит, тренд. То есть, вполне возможно, что это будет некий государственный сертификат, доп. образования, который будет выдаваться по итогам некоего прослушанного курса экскурсоводом. Ну, естественно, на базе Новосибирска будет раскрывать, но, в принципе, это будут некие сертификаты дополнительного образования экскурсоводом. Можно уточняющий вопрос? Вот эти 40-50 прогулок, которые ты организовал, за два сезона... Два сезона – это лето? Лето, да. Это половинка позапрошлого лета и это лето? Да. То есть, где-то первая наша прогулка была. И где? Вот можешь сказать? Центр. Центр. Исторический центр Новосибирска. Ну, вот несколько... Вот кроме центра, можно говорить о музеях. То есть, несколько улицах. То есть, музеи, институт археологии, истории, все остальное в центре. Археологии, этнографии. Все остальное в центре. Это в Академгородке? Музеи в Академгородке, да. Что-то еще было какое-то, кроме места, еще что-то, чтобы уточнить. Как это происходило? То есть, вот проходили люди, и по центру водили людей. То есть, сколько по времени в среднем было прогулка? Рагулка... И что было происходило в процессе прогулки? Рагулка была в полтора часа. Ну, вот это то, что, в принципе, называется экскурсией. Хотя от слова «экскурсия» мы судорожно уходим, потому что экскурсия сегодня не только в России, но, в принципе, по всему миру. Она предполагает некий стандартный текст, который задан заранее. Она предполагает анонимность экскурсовода. Обратите внимание, во всех рекламах у нас дается тема экскурсии, но никто не говорит, а кто, собственно, будет проводить. То есть, мы изначально от этого уходили, и в связи с этим мы выходили от слова «экскурсия». То есть, наша задача была создание некого авторского события. То есть, дать людям возможность послушать не экскурсию, а вот рассказ человека. Ну, если это экскурсия, то, значит, экскурсию должны проводить автор к этой экскурсии. У нас было несколько прогулок с людьми, которые, ну, вообще, экскурсоводами не являются и не имели опыта публичных действий, ну, вот, публичных выступлений. Зато дяденька в 86-летнем возрасте сейчас находится, в трезвом умеетном памяти, и он как бы все вот это вот делает. Кто? Кто? Я вам потом, сейчас я боюсь наврать, ну, кстати, он и книжку пишет про Новосибирск. Что-то не спросили бы вы меня кто, я бы не сказал. Так вот, соответственно, но вот это уже точно не экскурсия, да? Потому что она не отвечает вот этому самому делу. В этом смысле, как раз вот эти вот прогулки, эти экскурсии очень слабо связаны, хотя вот это вот ближайшая аналогия, на которую можно сослаться. А к кому приходят? Очень разные люди приходят. Есть с нами приезжие? Приезжие бывают очень редко, случайным образом, в основном месту. Ну, и у меня сложилось такое ощущение, что я все-таки работаю в гаммуне, везде. Для местных я работаю. Потому что, ну вот, когда приезжают гости, они резко ограничены во времени, и по большому счету с ними разговор об одном и том же. Например, театр, центр, ну, мозг. Все, мозг. Просто не успеваешь ничего больше рассказать, даже если, допустим, возить города на машинку, да? На транспорт. Так как я еще и свое собственное любопытство тешу на этих самых мероприятиях, соответственно, мне нужны все новые и новые темы. За два, ну, за полтора сезона у нас было три повтора. То есть три темы у нас повторились одна два раза, вернее, две темы дважды повторились, одна тема повторилась три раза. А все остальное было новое? А все, да, все вот эти вот темы у нас новые. А в оперный получилось ходить? В оперный мы ходили зимой. По задворкам оперного, да? Ну, там задворки не такие уж и задворки, как хотелось бы, да? Хотелось бы, да? Но, в принципе, да, нам показывали цеха, нам показывали некое закулисье. Естественно, вот те мечты, которые всех терзают, скажем, между куполами, они, конечно, никого туда не поведут, в подкупанное пространство. Ну и сталинского бункера, в природе, не существует, соответственно, туда тоже никого не повезти невозможно. Ну и, да, вот запрос на закоулки, он присутствует у заказчиков всегда. Скажем, у нас было несколько экскурсов, связанных, допустим, с заброшенным деревом на больничный по обществу. Вот на такую тему мы делаем. А сколько стоит эта услуга бесплатна? Значит, ну вот в тебе это 300 рублей. Клуберный театр получается дороже. А вот такая стандартная стоимость человека – 300 рублей. А где можно узнать, какие экскурсии, куда? Да. Есть группа ВКонтакте, которая так и называется – Клуб образовательного туризма. Других групп ВКонтакте с таким названием нет. Клуб образовательного туризма. Да, 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 Клуб образовательного туризма. Ну, на самом деле, вот сейчас мы, так как сезон закончился, единственное ближайшее мероприятие – это вот будет в четверг. А что касается, допустим, вот после четверга мы как-то начнем. Потому что сейчас, с одной стороны, есть несколько заказов групповых, которые нужно выполнить. А с другой стороны, ну, откровенно говоря, собирать народ и идти вот в этот снег уже и не хочется. Потому что в прошлом году, прошлая осень была сильно теплее. В сентябре мы весь ходили, в октябре пару раз сходили. А потом вдруг выяснилось, что половина нашей группы заболела. И тут я понял, что пешеходные прогулки – это сезон. У тебя Клуб образовательного туризма, то есть… Ну, название, по большому счету, потому что все другие хуже. А что он образовывает? А? Образовательный. Ну, то есть идея была, что как-то нужно обозначить, что это не просто экскурсия. Любые другие варианты названий нам показались хуже. Клуб интеллектуального туризма, да? Нет. Еще смешнее. Соответственно, вот вылезло вот это самое название. Ну, и кроме того… Познающего там… Ну, вот мы с вами потом подумали про Клуб Познающего туризма. Да. Образовательный – это какой-то, не знаю, может быть, у меня какой-то… И есть здесь еще один плюс вот этого названия – это упрощает контакты с вузами. То есть, в конце концов, если и будет вал клиентов, то это будут студенты, школьники. Вот у меня первая идея, мой начальник просто по образованию. Вот клуб образовательного туризма. Я, на самом деле, начала думать, а как там это можно совместить? Но я не вижу… Ну, на самом деле… То, что это такое слово, оно… И нет, на самом деле… Ну, если мы, допустим, про начало образования начнем вспоминать, да? Про какую-нибудь академию… Рощу академию… Рощу академию… Рощу академию… Да, 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 да. Вот господин Платон, он проводил образование во время пешей прогулки, да? В этом смысле, допустим, краеведение… Вот вам, пожалуйста… Если мы говорим о краеведении, то тут образовательный… Есть идея в формате «идейный передачки» на незаданный вопрос. Мне прям хочется и кажется, что вот там добавить слово «Новосибирск». То есть, и может быть, ну опять же, это идея на незаданный… Вот то название, которое, скорее всего, у нас будет в дальнейшем, будет латинскими буквами «сново». То есть… Ну вот «Новосибирск»… Да, где-то он должен уникнуть… Ну и даже про «Новосибирск»… Да, да. Но, с другой стороны, вот на тот момент, когда планировалось, и от этой идеи до конца я не отказался, мы не будем ограничиваться «Новосибирск». Абсолютно однозначно. Потому что, допустим, когда мы начинали это дело, у меня был опыт порядка 30 экскурсий по Санкт-Петербургу, ни одной экскурсии по Новосибирску. Если есть группа для Санкт-Петербурга, то есть на тот момент у меня не было сомнений, что я устроил праздник в Санкт-Петербурге, причем я им устроил такой праздник, который никто другой не устроил. За исключением двух человек, которых я знаю в Санкт-Петербурге. В Новосибирске точно не покажет никто такого, чего я могу показать в Новосибирске. А с Новосибирском я начал знакомиться только после того, как я в этом проекте остался в одиночке. В этом смысле, допустим, я на тот момент знал, с кем я поеду в Руан, я знал, с кем я поеду в Санкт-Петербург, я знал, с кем я поеду по Золотому кольцу, я не знал, с кем я пойду по Новосибирску на тот момент. В этом смысле, конечно, Новосибирск – это по большому счету ситуация вынужденная. Потому что на момент организации предполагалось, что кто-то будет заниматься Новосибирском, а я буду заниматься как раз не Новосибирском. Другое дело, что наши представления о потребности небанальных запросов туристического досуга оказались несколько завышенными в наших ожиданиях. Можно я вопрос уточняю? Ты говоришь «клуб», то есть клуб – это некое сообщество людей. То есть как тебе видеться из того, что ты сейчас проговорил, есть все-таки клуб, то это люди, которые заходят, регистрируются, постоянно встречаются клубные встречи. То есть клуб подразумевает под собой какую-то периодичность общения. Это одна из главных клуб на самом деле. Потому что, строго говоря, клуба-то я не получил. А что бы ты хотел? То есть еще в прошлом году была мысль, что после каждой прогулки мы где-то останавливаемся, причем заранее подбирались такие маршруты, чтобы останавливались возле какого-то такого кафе, который достаточно демократичным, чтобы туда зашли все. До кафе доходили только в том случае, когда уже пришла своя компания. То есть на экскурсии этих клуб… Нет, ну как сказать… Я познакомил соседей по лестничной клетке на моей экскурсии. То есть вот такого рода контактов довольно много. Другое дело, что эти контакты носят два-три человека. То есть далеко не все, кто приходят на эти самые прогулки, и даже небольшая их часть, они заинтересованы в поддерживании общения. Ну может быть просто еще времени недостаточно для этого. А сколько людей у тебя повторно пришли на прогулке? У меня человек 100. Я могу собрать… Повторно? Ну, наверное, поменьше 100. То есть 70-80. А сколько были люди, которые ходили там постоянно? Очень мало. Мало. То есть люди по ценам меняются? Единицы, да. Два-три раза люди приходят, и очень немногие, которые ходят… Почему люди приходили повторно? Что их заинтересовало? Ну, первое, вот то, что видно было очень часто, это, скажем так, тот человек, который проводил эту прогулку. То есть люди приходили на человека? То есть вот в этом, мне кажется, я в правильном направлении движусь. То есть на человека люди приходят и второй раз. Если им понравился первый раз… Нет. Но есть там буквально шесть человек, которые ходят везде, если у них есть возможность. Да? Но большинство повторных приходов связаны с человеком, который их порадовал первый раз. Совсем немного отзывов типа «Ух, нифига себе!» Оказывается, это город интересен. Немного. Да. Ну, они есть. Да? Ну, особенно вот в первом сезоне их было довольно много. Ну, дело в том, что тот, кто изначально исходит из позиции, что этот город не интересен, он и не приходит. То есть очень редко бывает. То есть какой-то ветер случай должен затащить такого человека. Либо какой-то персональный интерес. А два раза в неделю это выходной и будный день? Да. Выходной и вечер среды. Вот даже так у нас было. В выходной люди просто отдыхают, как вариант отдыха. И вечер среды люди тоже просто отдыхают. А в группе ВКонтакте сколько там сейчас людей подписано? Ну, почти тысяча. Тысяча? Но это не имеет никакого отношения к проходящим. Ты выкладываешь анонсы, планы? То есть там все время постоянно? Обязательно. То есть вот анонсы выкладываю постоянно, планы тогда, когда они есть. А какие-то интересные статьи, материалы по Новосибирску? Да, 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 да. То есть она именно так работает, да? Да, да, да. Я это делаю. Меня два раза на телевизор позвали уже, говорят, что человек, который про Новосибирск, знает все. Это по Новосибирску я не знаю ничего. Но тем не менее… Рассказывают. Приходится. Ну, если задают вопросы, то приходится на них как-то отвечать. Кирилл, я еще не очень поняла. То есть начало было не с Новосибирском связано. Питер там что-то… Лично. Вот был план на берегу. Вот на берегу собрались, мы втроем и думаем, что-то как-то с экскурсиями в Новосибирске бедновато. Нет вообще… Питера в Новосибирске. То есть изначально… Мы собрались в Новосибирске на мероприятии… как это… Бизнес… Инвест-кафе. Инвест-кафе. То есть про Питер я что-то не это поняла. Что сначала там в Питере было 30, а значит тебя одна. Значит… А до того, боже, еще тоже у меня была жизнь. А до того… Я работал преподавателем исторического факультета НГПУ. И последние годы, да, последние годы я, скажем так, руководил так называемые музейные практики студентов НГПУ в Петербурге. То есть практики там было немного, но это был такой качественный, насыщенный туристический продукт. Причем именно такого… Ну там точно с претензиями образовательности этот продукт имел место будет. И вот это… Это я знал на тот момент. Это на тот момент я умел. Я… И, соответственно, зоны ответственности были распределены, что я занимаюсь маршрутами, скажем так. Оп-оп-оп. А для того, чтобы людей туда собрать… Потому что, объективно говоря, бизнес в туризме начинается с того момента, когда человека куда-то везут, и он где-то ночует. Да, да, да. Идея, мозг… Слышка, да. Вот прям буквально это самое. Вот прям сейчас в голове появилось по тому, как ты это все рассказал. То есть я вижу интересный портал, то есть портал, в котором тусуются люди, которым интересен Новосибирск. То есть клуб любителей Новосибирска. То есть именно любители, познаватели Новосибирска со всеми закоулками, историями, всякими тайными историями, там всевозможными разными там какие-то легендами вокруг этого. То есть люди тут тусуются в этой группе, на этом портале. Там выкладываются интересные материалы, интересные статьи, интересные вкусняшки. И этот же портал предлагает… А кто знает интересные истории? А кто знает какие-то интересные легенды? А кто знает и может показать? То есть таким образом идея… У нас с каждым администраторами в этой группе семь человек. Про каждого… Я только один из семерых. Про всех этих семерых я знаю, что им есть что рассказать. Не молчи. Смотри. Я сейчас просто вижу этот портал. Это может быть не только группа ВКонтакте. То есть там в Фейсбуке может быть даже отдельный сайт. Но вот это как раз такая вкусняшка, которые люди… Ну вот я бы с удовольствием почитал какие-нибудь легенды, истории или какие-то вот такие про Новосибирск. Ну интересно, чем он. То есть на самом деле. То есть интересно читать статьи. А потом приходит человек и говорит, я знаю историю, легенду. И он такую вкусняшку бросает и говорит, я вас поведу. И раз таки, я хочу, я хочу, я хочу. То есть образуется вот такое сообщество. То есть сообщество, в котором есть система коммуникации, в котором люди могут общаться и выкладывать вот эти истории, легенды про Новосибирск. Вот как-то так вот. Ну вот небольшие элементики этого есть. То есть время от времени кто-то чего-то выкладывает. Ну периодичность этого события там раз в полгода. Хорошо. Но это была идея. То есть как бы идея. Твои 20 минут закончились? То есть твоя цена закончилась? То есть кто было для тебя ценного? Честно говоря, я по мере разговора я судорожно понял, что я вообще не понимаю того дела, которым я занимаюсь. Я об этом должен сильно думать. Но вот это вот чувство, что я не понимаю того, чего я занимаюсь, оно меня, честно говоря, шокнуло где-то вот в середине выступления. И я до сих пор не могу отойти от этого шока. Это ценные ощущения. Очень ценные. Хорошо. Ну что ж. Давай.